Эти маленькие пушистые хомяки каждый день занимаются спортом в просорных клетках, сытно питаются семечками и овощами, крепко спят в своих теплых домиках. Еще какое-то время назад хозяева их выбросили на улицу, мол, вдруг подберут. Приют Невский хомячок спас зверьков от гибели. Люди отказываются, бывают из-за аллергии, бывают просто вот наигрались и становятся ненужным, либо расплодили. Мальчик с девочкой вместе, получилось 10 хомячков, и люди хотят от них избавиться. Сейчас в сообществе живет около 120 беззащитных грызунов. Ухаживает за животными Дарья Фролова одна. Иногда помогают волонтеры. Помогают волонтеры, бывают приходят, но это не часто, в основном все на мне. Мы всегда рады, конечно, новым желающим людям, которые хотят помочь, прийти, покормить, убраться. Помимо дополнительных рук приюта, еще требуются предметы по уходу за животными. Опилки, домики, колеса и много чего еще, добавляет зоозащитница. Всегда нам нужны наполнители, опилки лиственные обязательно, хвою нельзя хомячкам, потому что там содержится фенолы, которые их отравляют, кукурузные наполнители, колеса, домики. Это все всегда нужно. Керамические укрытия, песок для купания. Песок для купания тоже достаточно затратно, но он обязательно всем хомячкам нужен. За несколько лет существования организация отдала в добрые руки около 200 пушистиков. Животных отправляют как в семьи Санкт-Петербурга, так и в другие города России. Например, Архангельск, Мурманск, Нижний Новгород, Ямало-Ненецкий автономный округ. Главное – необходимые условия, а еще любящая и заботливая семья. Если человек хочет взять, он показывает свои условия, то есть хомячку нужны хорошее жилье, без прутьев, большое колесо, купалка с песком, домик деревянный, керамическое укрытие. Если он все это показывает на фото или на видео, то мы передаем ему хомячка. Анастасия Суркова, Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok